На аэродроме Дягилев идет погрузка в 18 самолетов Ил-76. В них будет располагаться бронетанковая техника, такая как БМД-2 и БТР-Д. Всего 45 машин. Полным ходом идет подготовка к стратегическим командно-штабным учениям Центр-2019. Эти учения проводятся в масштабе всех вооруженных сил с привлечением большого количества вооружений и военной техники в рамках взаимодействия между видами и родами вооруженных сил Российской Федерации. Задача десантного полка после высадки – собраться на площадке для приземления, овладеть выгодным рубежом, а в завершении уничтожить командно-контрольный пункт условного противника. От воздушно-десантных войск участвуют 310 человек и 45 единиц техники. Десантирование будет проводиться на незнакомой для них площадке для приземления Лебедева в Оренбургской области. Процесс погрузки не такой уж и простой, как может показаться на первый взгляд. Технику подгоняют к самолету, после опускают на специальные подставки и надевают чехлы. Личный состав закрепляют веревки и тросы. И начинается погрузка. Саму бронетехнику загружают уже оборудованную парашютами. У нас многокупольная система имеется на боевой машине десанта. Состоит из 9 куполов. Перед десантированием подвязывает все парашютную систему с помощью 4 пальцев. Она на 4 креплениях держится. Сами купола находятся на площадке парашютной. Впереди машина ВПС подвязывается и уже все остальное нашвартовывается самому самолету. Антон Селиванов рассказал, что механики водителей десантируются сразу после крайней третьей машины. Для него это не первая высадка на незнакомую площадку для приземления. Говорит, все они проходили в штатном режиме. Александр Безухов рассказал, что у личного состава парашютно-десантного полка уже имеется подобный опыт. Но дополнительные занятия всегда проводятся. Проводятся с личным составом дополнительные занятия по действиям в воздухе, по действиям на площадке приземления. Дештатные ситуации также отрабатываем с учетом усиления ветра, погодных условий и различных климатических. Плюс непосредственно отрабатываем действия при приводнении личного состава, в общем, в различных ситуациях. Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» проводится с 16 по 21 сентября в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации на 2019 год. В них принимают участие семь стран, включая Россию. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Редактор субтитров А.Семкин